Мы с вами занимаемся как бы как бы вступлением в Хайдеггерское произведение Бытия и Времени. Я не знаю даже что на это чёт сказать. Является ли это вступлением только? Для меня это не просто вступление, не просто предварительное слово, не просто предварительный рассказ. Это скорее заступление, то есть заступ, выражаясь хайдеггерской терминологией, забегание такое вперёд в сквозные темы Хайдеггера, которые пронизывают всё его произведение. Естественно, если мы сами по себе возьмём вот так вот то, о чём там пишет Хайдеггер, это будет именно экзистенциальная структура и экзистенциалы. Мы их как таковые ещё не рассматривали. Тогда получится, что мы ещё вовне, во внешней оболочке. Но вот эта внешняя оболочка, она вообще-то на самом деле вовсе не оболочка, а есть собственно говоря фундамент или основание всего хайдеггерского учения. В принципе, опять же, когда мы говорим о той ситуации, в которой нас сегодня застаёт время, о той ситуации, в которой мы с вами живём, говорим о наличном бытии, говорим о бытии присутствия, то мы, в принципе, касаемся всех хайдеггерских тем. Дальше мы вот будем рассматривать бытие в, бытие в мире, да, внутримировое сущее. Мы обо всём этом сейчас уже говорим заранее. Поэтому, мне кажется, потом будет об этом говорить легче. И вообще, на мой взгляд, это единственно возможный разговор о хайдеггере. Его невозможно брать просто так вот голыми руками, перечислять термины, которые он вводит, и всё, и больше ничего не делать. Поэтому, возможно, идти только от современности, от актуальности и через хайдеггера, сквозь хайдеггера идти, вместе с его работой. Поэтому можете называть это как угодно, можете называть видением, пусть будет видением. Мне лично совершенно всё равно. Я продолжу заниматься тем, чем я занимаюсь. Мы в прошлый раз остановились на минимальном анализе нашей ситуации современной, что с человеком происходит. И я напомню, человек находится в ситуации фатума или судьбы с момента своего выделения из животного мира и по сей день. Эта ситуация фатума заключается в том, что вся так называемая история человеческого развития представляет из себя историю выхождения или освобождения от материальной зависимости. По ходу этой истории человек создаёт себе всё лучшие условия собственного существования. В конце концов, доразвивается до такой планки, когда возникает наличное бытие или философии. Это, в принципе, одно и то же. Ясперс назовёт это осевым временем. За этим термином осевое время скрывается как раз не только появление философии там и наук, а как вот именно природа появления наличного бытия вокруг человека, появление возможности созерцания. Итак, человек по ходу своего выхождения из материального мира формирует мир вокруг себя и наличное бытие. И его собственные отношения в это время сменяются в зависимости от того, насколько он освоил природу. И вот как раз этот момент, и к зависимости отношений между людьми от отношений человека к предметному миру, рассматривал и теоретизировал Маркс. Он сделал на этом поприще очень много достойного. К сожалению, всё это лежит на полках наших хранилищ и оказывается никому не нужным. Но это лишь до поры до времени. Всё это сделано, всё это пылится. Но, впрочем, Хайдеггер не избежал такой же судьбы. Он тоже написал эту книгу, но это книга... Книга Хайдеггера имеет другую судьбу, чем Марса. О Хайдеггере не забыли, его просто заперли на ключ. То есть это магическая книга. Её превратили в фактически магическую книгу. Не имеешь шифра, не можешь прочитать. Это Талмуд. То есть ещё одна книга бытия. Вот была религиозная книга «Бытия одна», а теперь вторая философская религиозная книга «Бытия». Вот что такое произведение Хайдеггера. Мы не имеем шифра, мы не имеем кода, мы не можем это интерпретировать. И сегодня то, чем я занимаюсь с вами, это как раз рассекречивание вот этих секретных материалов Хайдеггера. Так вот, вот эту часть человеческого развития Маркс описал, Хайдеггер же поставил вопрос ещё более объёмно о нахождении человеком самого себя, нахождении человеком самого себя, своего собственного человеческого бытия или бытия присутствия. Но таким, каким мы застаем сегодня мир, он предстаёт для нас потерявшимся или отчуждённым по терминологии Маркса. Причём в отчуждение уже попало всё ко всему. Отчуждён не только человек от человека, человек уже отчуждённый от продукта своей собственной деятельности, потому что здесь отчуждение человеческих отношений и есть в общем-то основание, из которого проистекает всякое иное отчуждение. Без человеческих отношений между людьми не будет никаких и подлинных настоящих отношений человека с природой. Итак, в состоянии фатума мы пребываем на предельном критическом таком уступе, с которого нам надо или прыгать, лететь в свободу истинно-человеческого существования, либо так или иначе организировать. Ибо если человек не сможет выделиться как свободное самостоятельное существо, он останется лишь одной из перспективных ветвей эволюции, однако тупиковых. то есть в таком случае мы можем рассматривать свой собственный вид, так называемый гомо сапиенс, как еще одну попытку или возможность природы прийти к чему-то совершенно новому, но не удавшуюся. И никто нам не запретит смотреть на это именно таким образом, поскольку никто нам не выдавал обязательств, природа не обязана перед нами отчитываться, никто как это выражается, никто и не говорил все будет хорошо и легко, так вот никто и не говорил о том, что человек это царь природы и тому подобное, в том смысле слова, что все уже свершилось и обратной дороги нет. Оказывается ничего не свершилось, человек только еще свершается, он только еще становится и станет ли он тем, на что он подал заявку. мы на сегодняшний момент находимся на краю пропасти. Поскольку наше бытие присутствие полностью сращено с наличным бытием, которого мы достигли, не выделено, не присвоено и не осуществлено как истинно человеческое бытие. поэтому в современном мире мы имеем различные степени, виды и формы агональности, как я это называю, то есть признаки и симптомы нашей ближайшей кончины. Я их натурально перечислять не собираюсь, сюда входит и природный катаклизм в том числе, но я их перечисляю не натурально, я их перечисляю метафизически, я располагаю их метафизически, то есть то ли это будет ядерная война, то ли это будет природный катаклизм, то ли это будет комета, попавшая в землю, это все одно и то же. Это прямое уничтожение. То есть стирание всей истории и в лучшем случае, если уцелевает какая-то горстка людей, то все начинается заново. Вот такой вполне реальный вариант. В нем масса возможностей погибнуть не от того, так от другого, да, и любые природные катаклизмы, любые космические катаклизмы сюда относятся, и дух собственная человеческая, и войны мировые, и что-нибудь в этом же духе. Экологические катастрофы и так далее. Но это все одно и то же. С метафизических позиций это все одно и то же. То есть это прямое, грубое, прямое, реальное уничтожение всего. Обнуление. Это можно назвать обнулением. Великим обнулением. Такое обнуление не в плане развития всего человечества, а в плане развития отдельных цивилизаций. Мы прекрасно могли наблюдать в истории, когда многие цивилизации зарождались, приходили к своему рассвету, вроде бы достигали каких-то культурных высот, даже производственных высот, и почему-то погибали. то ли от внешних причин, то ли от внутренних. Это происходило в истории не раз. И более того, это происходит с завидным постоянством. Вот по такому же самому типу мы можем оценить и все человечество целиком. То есть несмотря на все наши еще раз повторю так называемые суперские пуперские достижения, все человечество просто в один прекрасный момент вместе со всеми своими достижениями может реально погибнуть. Второй вариант это постепенное и медленное возвращение обратно откат. Итак первый вариант это обнуление второй вариант это откат когда мы забирались на горочку прогресса и эволюции а теперь мы с другой стороны по этой же горочке спускаемся вниз к тому же самому основанию. Это более мягкий вариант поскольку он позволяет скажем так долгое время еще человечеству существовать страдать от всех вот тех проблем нависающих над ним от перенаселения от экологии от природных катаклизмов мучиться страдать не видеть никаких перспектив постепенно оседать при этом деградировать терять терять вообще способность адекватно оценивать где мы и что мы поскольку с этими проблемами справиться мы не можем они просто будут уходить из поля нашего зрения исчезать мы будем расслабляться вот все дальше и дальше то есть человек который выползал из природы он все больше и больше в некотором роде напрягался да нес на себе напряжение все больших противоречий и сложностей здесь все будет с точностью наоборот это будет распускаться как говорят поэты развяжите узелочек это будут развязанные узелочки и снова будет просто прямая веревочка без всяких узелочков в конце то есть деградирующие забывшие себя человечество которое каким-то образом спустится опять к биологически существующему виду самыми разными вариантами дальнейшего проживания такой вариант гибели пророчил человечеству Ницше поскольку он заявил что наступает эра последнего человека дальше развития не будет если будет то только скачкообразное сверхчеловека если не будет то это будут полые люди из которых уже сущность вся будет высосана их историческая сущность существование комфортабельное у них останется то есть они будут счастливы это как раз достижение счастья для человечества за счет устранения всех страданий проблем и так далее и существования какого-то беззаботного определенное время хотя бы среди комфорта это будут счастливые люди они будут смотреть на тебя и моргать ничего не понимающим взглядом говорил Ницше на кого тебя это непонятно но очевидно на последних сверхлюдей в общем и целом откат то есть первый вариант это обнуление второй откат и третий вариант тот вариант который вот лично я вижу и который сейчас происходит что пока пока нет первого и второго варианта существует третий третий вариант представлен как уничтожение определенного напряжения в самой основе то есть стирание грани как раз между наличным бытием и бытием присутствия когда бытие присутствия уже просто растекается по наличному бытию это помогает делать цифра и так бытие присутствия просто воплощается полностью в это наличное бытие каким-то образом это будет выглядеть как я уже говорила человек как биотехническая тварь а социальным типом мышления социальным типом мышления последнее мы сейчас видим уже когда мышление приобретает именно социальный характер оно теряет свою сущностную основу теоретичную основу оно становится и восприятие туда же движется это социальный тип или социальный образ жизни ну а биотехническая тварь это еще на подходе то есть это немножко чуть-чуть подальше сначала социальный тип мышления потом биотехническая тварь после этого типа мышления чем куда приведет такой вариант развития человечества он приведет к к определенной устойчивости застывшести в определенном положении то есть вот как раз любителям прогресса придется очень опечалиться поскольку никакого прогресса особенного не будет это будет то что однажды тоже выразили люди искусство неплохо задача моего поколения было вообще выстоять и выжить это фактически мы своим детям оставили в наследстве именно такую задачу вообще выжить как человеческий род и это вот такое ужасающее ужасающее потому что бытие присутствия просто раздирается и личное бытие просто полностью метаморфозом подвергается все это сплавляется в один симбиоз и за счет этого держится как бы противоположности наезжают друг на друга ну и как два пьяных допустим там человека поддерживают друг друга оснований нет ни у того ни у другого но они как-то вот вдвоем доходят до дома это приблизительно вот то же самое то есть вместо того чтобы разделиться так да и высвободиться бытие присутствия оттуда из наличного бытия поскольку оно высвободиться не может и не в состоянии то оно ну можно даже выразиться в отчаянии бросается еще дальше туда желая просто своим собственным телом вот это вот все преобразовать фактически человек отдает уже и тело отдает уже свое собственное тело то есть из властелиновых хозяинов мы становимся уже настолько зависимыми что вынуждены отдать последнее ни рубаху ни ум там ни чувство мы должны уже будем поделиться с техникой даже своим собственным телом но это вариант это вариант из всех тупиковых самый обнадеживающий потому что это вариант некоторой неизвестно до какого времени выживаемости человеческого существования как видите все очень пессимистично в моих устах предстает ну к сожалению я думаю здесь дело не в пессимизме не в оптимизме а уже в совершенно чем-то ином и вот здесь в этих вариантах мы в принципе можем прозреть и все наши сегодняшние судьбы судьбы того что называется модернизмом постмодернизмом то есть этим тотальным уничтожением всего классического оно происходит потому что человек не может высвободиться скажем так грамотно грамотно и искусно выйти из собственной истории и тогда вот это грамотное выхождение из собственной истории предлагает кстати говоря Хайдеггер когда он говорит о деконструкции об антологической деконструкции он говорит по поводу философии естественно это можно сказать и по поводу жизни но давайте вот остановимся на философии и так почему нужна деконструкция потому что системы философские все пронизаны бытием бытием присутствия они пронизаны там оно есть оно там не может быть если бы его там не было не состоялась бы философия любая философия держится и зиждется именно этим и каким-то тождеством всего бытия но в любой метафизической концепции как утверждает Хейдеггер я думаю он совершенно прав все это спутано очень сильно именно с наличным бытием с понятием о сущности с научностью и вот если бы мы могли развести эти завалы то есть брать от философии именно их бытийную сторону онтологическую сторону именно их феноменологическую сторону то это тоже был бы прорыв опять же это не означает полного уничтожения философии как раз скорее всего их высвобождение вот высвобождение в том смысле в каком однажды Прус писал в романе в поисках утраченного времени помните переживаемое не попадает в наше сознание не обрабатывается не становится нашим опытом а как будто оказывается где-то в нас запечатанным оно хранится в каких-то вазах эти вазы запечатаны и они стоят там где-то непонятно где допустим представим запечатаны наши чувства запечатаны наши переживания и мы не имеем к ним доступа и вот вернуть себе утраченное время это вернуть время того самого переживания вернуть себе часть себя самого то есть совпасть то есть прийти к своему собственному бытию присутствия и вот как справедливо это для индивидуальной души так же это справедливо и для всего человечества целиком все запечатано все запечатано даже в философии которая вроде бы говорит об этом вроде бы вот этим языком но до конца не освобождена деконструкция которую предлагает Хайбеггер это вот это вскрытие вскрытие этих ваз или лучше говорить не вскрытие потому что звучит немножко не очень так как-то распечатывание вскрытие но на самом деле не такое когда отмычкой вскрывают а вот скорее больше похоже на произнесение волшебного слова сезам открось открось именно то слово которое нужно грамотное освобождение и ваза распечатывается и значит вот этот дух этого времени выходит наружу и становится нашим достоянием вот приблизительно так распечатать философские системы распечатать вот этих философов сделать их открытыми чтобы они наконец-то заговорили потому что они сейчас говорят под спудом они говорят под собственным спудом истории и они говорят людям которые тоже не свободны а чтобы их распечатать чтобы их присвоить нужно как с той стороны так и с той стороны прийти к бытию присутствия и вот Хайдекер озабочен этой проблематикой он в рамках философии говорит и правильно делает он занимается своим делом но такая же задача стоит там и перед обществом и Марс в этом плане совершенно параллелен Хайдекеру когда Марс говорит вернуть средства производства человеку отнятые от него он практическим образом выражает то же самое он выражает то же самое и это опять же не уничтожим мы весь мир уничтожим и построим новый мир как пел из пролетарской песни нет не уничтожим мир не уничтожим а расколдуем расколдуем это немножко другие акценты я сейчас не берусь давать характеристику произошедшим в 20 веке революциям я сейчас говорю о теории Маркса и о теории Хайдекера исключительно о теоретических их частях так вот они говорят фактически об одном и том же только параллельно двигаясь друг к другу параллельно двигаясь если Хайдегер склоняется к вот я уже говорила к форме искусства и философии то Марс занимается этим как общественным мироустройством конкретным строем и отношением между людьми один и тот же процесс эмансипации освобождения и я грамотный процесс и вот вот этот процесс он не получается он не получается вот в теории он есть но и Маркс забыт и Хайдегер забыт Хайдегер забыт вместе со своим бытием который еще раньше забыли его забыли и Хайдегер забыли который о нем вспомнил процесс эмансипации реально не получается и не только в общественном устройстве он не получается и в сфере искусства а что же получается а получается сплошная отрицательная часть в основном отрицательный момент вот эта самая негация безграмотности это просто разрушение то есть мы эти вазы знаете мы зашли вот видим эти вазы они запечатаны допустим классическое искусство и так далее мы видим как они прекрасны мы хотим получить их содержимое мы произносим какие-то слова мы надеемся мы ждем мы говорим ну ваза ну пожалуйста ну откройся ну как же мне до тебя добраться и так далее и так далее ну и потом естественно представьте себе через некоторое время мы теряем всякое терпение и мы застаем себя уже в совершенно ином состоянии мы приходим с молоточком большим таком или кувалдой сейчас я тебя как уаза как дам по тебе и ты раскроешься вот что приблизительно в двух словах представляет из себя наш модернизм постмодернизм и так далее это в целом это не значит что среди этого течения нет тоже талантливых людей и даже гениальных есть есть но в целом это просто элемент разрушения заранее признанное поражение потому что просто разрушение это я заранее признал что вазу открыть человеческим способом мне не удастся следовательно я буду ее разрушать и в момент этого разрушения я буду какую-то часть высвобождающейся энергии прихватывать себе прихватывать свое владение но все человеческое устроено таким образом что это никуда не ведет вот такой способ никуда не ведет для того чтобы бытие присутствия стало бытием присутствием оно должно и по способу бытия присутствия все это в себя выбирать никаким иным способом в него ничего не войдет поэтому мы имеем катастрофические размножившиеся разрушения и мельчайшие детали там или моменты или фрагменты какого-то созидания они практически тухнут на этом общем по фоне ну я не знаю наверное какой-то пляски смерти что ли наверное можно ее назвать вот это веселье смерти или пир во время чумы скорее всего это так есть в этом что-то экстаза саморазрушения и конечно же это никуда не ведет совершенно естественно это никуда не ведет вот это ведет только к дальнейшему расчленению и если даже и собиранию конструированию то совершенно на новой базе уже где основание потеряно самой вазе уже речи не идет это просто если вот человек подобрал осколки разбитые вазы он потом их пытается составить составляет и говорит ну ладно вот снова ваза но ведь в этой вазе уже нет ничего что в ней скрывалось то что в ней скрывалось исчезло раньше оно хотя бы хранилось теперь оно исчезло навсегда мы вот находимся в таких круговоротах больше всего уничтожению подвергается искусство и оно понятно почему очень понятно почему потому что именно искусство единственное искусство вовсе не производство и вовсе не вот это материальное бытие которое нас окружает именно искусство и являлось той сферой в которой существовало бытие присутствует где оно себя находило каким-то специфическим образом но это нахождение вызывает бешеную ярость поскольку искусство повсеместно противостоит реальной жизни так называемой реальной жизни вступает с ней такое глубокое противоречие и поэтому оно естественно должно быть первым уничтожено за то что мы живем не так как показывает нам искусство но дело в том что искусство ничего не показывает на самом деле люди повсюду ошибаются оно ничего не показывает оно просто есть то есть те люди которые творили это дело индивидуальные творцы они просто были они именно были бытием присутствия но вот это как раз и бесит больше всего именно это и бесит что кто-то может быть а вот я не могу поэтому это восстание обреченных и униженных кроме того наша реальная жизнь действительно должна меняться а искусство оно опять же возможно только как фрагментарная такая свобода потому что мы говорим о том что и писатель страдает он восхищается он становится другим человеком он попадает в природу своего бытия но оттуда же выбрасывается и в принципе он таков лишь своей книге в реальной жизни он уже не таков ну вот такое противоречие мы никуда не сможем содвинуть закрыть на него глаза это просто невозможно уже сделать я приведу вам сейчас пример из творчества молодого поколения Z есть такая группа пирокинез и автор 24 года он поет творец де-факто де-юро я ненавижу искусство я ненавижу культуру и мне так грустно и весело грустно и весело я ненавижу искусство но обожаю поэзию почему я привела эти примеры во-первых их написал 24-летний человек или даже меньше 23 ему там года было это современные тип восприятия и очень интересно на него посмотреть в нем также выражена очень большая негация по отношению к искусству и культуре очень большая то есть человек рождается и понимает человек как таковой вообще что искусство это по большому счету лишь ниша да ты там достигаешь именно своей собственной жизни и все равно в конечном счете это лишь ниша лишь фрагмент но однако же здесь нет той уничижающей энергии которая присуща постмодернизму тупому на мой взгляд постмодернизму есть есть четкое чувство того что я ненавижу искусство но обожаю поэзию то есть сравнивается противопоставляется два плана один искусство один искусство как таковое как ниша в котором можно сбежать убежать от жизни спрятаться сказать я в домике и меня ничего не касается и другой план это поэзия как твое индивидуальное чувство и способность себя осуществить и в этом плане все оправдано в этом плане все оправдано и никто не смеет тыкнуть пальцем что это искусство и оно отличное от жизни оно не отличное от жизни то есть оно может быть не отличным от жизни оно может с жизнью совпадать и попадать и очень хорошо что такой молодой человек такого молодого возраста уже это видит и понимает заранее и без всяких терминов и без всяких ритегеров в каком-то смысле слова вот это важно это важно это дает определенные надежды и так возвращаемся еще разок по нашему кругу здесь же где лежит смысл деконструкции здесь же лежит и бессмыслие просто модерна в его уничтожении всей классики классику то он уничтожает но что именно он приобретает никому неизвестно и вообще приобретает ли он что-нибудь ну значит то что это касается прежде всего искусства мы проговорили потому что именно там и находится вообще-то и сосредоточено бытие присутствия вот в производстве практических нуждах она меньше всего сосредоточена там очень сильно ему не позволяют быть в реальной жизни хотя оно есть и там оно есть повсюду бытие присутствие имеет характер распространения оно распространяется повсюду но там его еще тяжелее находить и его еще тяжелее видеть и так никакой подлинной точной и грамотной деконструкции не только общества но и философии на сегодняшний день со стороны бытия не осуществлено задача которую ставил Хайдеггер оказалась не по плечу нашей современности совершенно о Хайдеггере говорят ну лишь как о философе в ряду других философов философия плывет вместе со всем общественным бытием куда-то не знамо куда куда она плывет она не знает единственное что можно сказать в пользу философии сегодняшней это то что она сменила свой вектор научный у философии всегда имеются вектора в новое время этот вектор был направлен на науку допустим в античность понятно что в средневековье он был направлен на религию в античности он был направлен на миф и поэзию сегодняшний вектор философии направлен на речь и литературу и это тоже определенные надежды дает поскольку речь литература и искусство каковым сегодня мечтает прибиться и прижаться философия вечно ищущая своего существования ибо она конечно же как-то чует свою предельную абстракцию и хочет тоже в какой-то мере существовать через что-то быть реальной поэтому она прибивается сегодня к искусству к литературе и к языку ну в крайнем случае прибивалась скажем так то есть вот из последней философии 20 века там начало 21 она прибивалась что будет дальше мы в точности не знаем ну вот вот такие вот круги и вот такие вот пироги вокруг вот наличного бытия и бытия присутствия и ну Хайдеггер прав по большому счету в том что не только говорить здесь о чем-то тяжело но даже поставить вопрос как следует то есть о чем вообще нужно говорить имеет смысл говорить а не бессмысленно говорить мы же тонем в бессмысленности наших вопросов они ни о чем эти вопросы на самом деле это вопросы бесконечные это вопросы хаотичные мы не можем поставить даже проблему и мы не можем поставить даже вопрос Поэтому вопрошание прежде всего. Выглядит немножко как наследствие, но если это как бы видите с философским оттенком, то это действительно так, поскольку, скажем так, вообще ракурсы меняются подходов к самой философии. Мы ведь, вот на сегодняшний день, мы даже к философским системам и авторам, не только системам, может быть и философским фрагментам каким-то, мы подходим опять же с позиции наличного бытия. Они нам как будто даны, они как данность, как наличность присутствуют. Вот такой-то, такой-то писал так-то, так-то. И мы вот прочитали это и ошарашенно стоим. И что с этим делать? Вот он писал так-то, так-то. Или он понимал так-то, так-то. И самого Хайдегера точно так же разбирают. И это всё опять складывается в какую-то копилку. Но, друзья, товарищи, родные, это же и есть наличное бытие. Это и есть наличное бытие. Никакая философия ничего не писала, что так-то, так-то. Каждая философия как минимум и сначала, это прежде всего вопрос. Какая-то проблема, какой-то вопрос. И один из вариантов, возможных вариантов её решения. Это не данность. Это не данность, которую нужно вот так как данность прописывать и рассказывать. Как у нас прописывают в диссертациях кандидатских, кто что писал, кто те что говорил. Сам по себе способ ужасный. Сам по себе способ подхода к философии. Не философичный. Поэтому и здесь Хайдеггер снова настаивает. Хотя бы вопрос. Это начало. Хотя бы вопрос. Понимаете? Если это Декарт, допустим, то это не я мыслю, следовательно, существую. А это там вопрос о том, может ли Бог быть обманщиком. Допустим, допустим. У него и другие вопросы были. То есть, ну хотя бы в какой-то динамике подходить к этому экзистенциальному вообще-то существованию философии. Никогданности. Видите, и здесь то же самое наличное бытие все заполоняет. Оно заполоняет и закрывает все. Оно заставляет от нас чем-то, чем-то прикрывает от нас истинные бытия присутствия. А истинные бытия присутствия, они подвижные, они в движении находятся. Вот. Поэтому вопрошание Хайдеггера, он самыми разными способами хочет вот это вот, все, чтобы по-другому было, по-другому, не так, как обычно. Поэтому вопрошание. Поэтому вопрошание. Как бы диалог. Вопрос-ответ. Ну, ответ уже получается не догмат, потому что мы всегда можем вернуться к вопросу и снова подумать. Иначе его поставить или иначе на него ответить. Значит, если мы входим в проблематику философа, не как заранее готовые какие-то положения, а как в проблематику его времени и его бытия присутствия, ну, вот тогда мы уже, можно сказать, в некоторой степени свободны от наличного бытия. Хотя бы в философии. Но мы нигде не свободны. Нигде. Нет нигде этой свободной области, в которой можно было бы легко и хорошо, и спокойно вот так дышать. Нигде. Она просто зверским образом отвоевывается. И то, что Хайдеггер проделал в своей жизни, это то же самое. Это вот это вот отвоевание какой-то позиции, другой позиции. А повсеместно царит, ну, вот, он повсеместно царит в полный кошмар, потому что философия вот не только берется как вот на личная данность положения, она еще и при этом моментально же социализируется. То есть эти же положения, пусть и взятые уже догматичным образом, если бы они хотя бы в виде догматов существовали, нет, они теряют свою почву, откуда они вообще произошли из бытийности. Они теряют свою почву, и они начинают путешествия, странствия. Они начинают странствовать в социальном пространстве нашей современности. Это социальное пространство придает им форму, иную форму, иной вид, иной контекст. Она употребляет их в совершенно других интонациях, смыслах. То есть она лепит их, творит, переделывает. Приблизительно как ребенок, которому досталась какая-то там красивая игрушка, но он ее красоты оценить не может, а, ну, желая быть творством мира, оторвал ей голову и руки и раскрасил попавшимися фломастерами. Вот приблизительно то же самое, что происходит с этими догматами. Они пускаются в социальный оборот, как обыкновенные товары. Их точно так же продают, естественно, на лекциях, на беседах, которые оплачиваются материально. И не только в этом заключается такой прямой ужас денежный, да, ради бога, если бы это было даже хотя бы что-то там мелькало истинное. Тут дело в том, что они социализируются полным ходом. То есть они подделываются под нужды и под запросы современного обывателя. Настолько, насколько это возможно. Поскольку с философскими истинами это делать очень трудно, крайне трудно. Тут нужен, с одной стороны, некоторый уровень, специалист, а с другой стороны, как бы, нужна социально ходячая модель. Ну, интернет помогает этого в многом делать. Фактически, то, что та продукция, которая доходит до реального человека, философией ни в коем мере не является. Если только этот человек не читает действительно написанный текст сам. Вот когда он рискует его читать сам, тогда он встречается хотя бы с данностью. Хотя бы с данностью. И нужно сказать, что на сегодняшний день это уже достижение такое. Уже хорошо, если вы это делаете. Потому что, как только между вами стоит социализация, нет, я не спорю. Наверное, многие лекции, многие фильмы помогают открывать быстрее, лучше, выше, дальше, как это у нас всегда. Но дело в том, что тексты и мысли, они действительно не распечатывают. Они не распечатывают. Это всё, опять же, уровень учебных пособий. То есть, вот посмотрите, что здесь творится. Ещё раз повторюсь многократно. Это действует на личное бытие. Она опять создаёт условия. Если вам будут рассказывать о Гераклите, то вам будут рассказывать, когда он жил, какого он был, чем он занимался, что он говорил. То есть, вам дадут всю вот эту вот подноготную оболочку условия. Но мысли Гераклита вам никто не расскажет. И знаете почему? Потому что никто их не мыслит. Их никто не мыслит. Потому что мыслить мысли Гераклита, это и значит грамотно открыть вазу, на которой написано Гераклит. Всё есть. Есть всё. А вот этого нет. Грамотного вскрытия вазы нет. Поэтому будут одежды, в которых ходил Гераклит, глаза, которые были у Гераклита, вы понимаете, и много очень чего интересного. Будет всё это существование вокруг всего этого. Будет передача текстов и прочее. И вот в этом почти останется как раз то, что на самом деле нам и нужно. Что нужно на самом деле человеку. Хотя сам он об этом не догадывается. И так, значит, социальное, вот то, что сейчас творится, оно как приближает, так и отдаляет. И, как говорится, дело случая приблизит или отдалит оно вас. А для свободного бытия присутствия, если таковое достигнуто, то не дело случая, а помощь, конечно, но при помощи него быстрее достигнет чего-то, не относясь к этому социальному, как к фетишу. Ну, вот, собственно говоря, ещё одна плачевная картинка, которая нарисована, особенно по отношению к интернету. Интернет открыт, в доступе всё есть, но доступа нет. Вот это я называю, как это, дьявольской иронией сегодняшней, насмешкой. Мефистофельской насмешкой это можно назвать. Потому что сейчас всё открыто, но никто открыть ничего не может, не в состоянии по-настоящему. Практически никто. Или, грубее говоря, доступ в интернете ко всему есть, но человек, который заходит в интернет, не имеет такой потребности, а пользуется интернетом как частным орудием для удовлетворения своих частных запросов. Ведь посмотрите, какой парадокс, да, то есть созданное, как бы, универсальное орудие, а человек падает в своём развитии настолько, что он не в состоянии его брать по его универсальности, он опять возвращается к частичности орудия. А какая разница тебе? Какая разница тебе? Что ты раньше частичным орудием пользовался и удовлетворялся там частично, что ты сейчас интернетом точно так же частично удовлетворяешься? То есть, грубо говоря, телефоном вообще. Вот, вот, частичность интернета, это телефония, в принципе, на сегодняшний день. Я говорю, что во многом нашем там поколении, которое воспитывается, оно не интернетовское, оно не цифровое, как мы его называем, оно телефонное. одно телефонное. То есть, оно пользует универсальные средства, как, опять же, как частные средства. Частные средства удовлетворения своих частных каких-то нужд. Но зато имеет фетиш и марку социальную, что это вот всё универсально. На самом деле, то есть, общение падает, меры общения падают, остаётся одна коммуникация, благодаря всему этому. Коммуникация происходит всегда, по частному поводу, это частные сделки, связи, общение, несущее какой-то общественный характер, его нет. Вот, кабарнацатый уже моментик, да, я уже не знаю, какой, который тоже нарисован. Вы куда не обратитесь, куда не сунетесь, вы столкнётесь всё время с той же самой проблемой. И вот это и называется теорией, когда мы не перебираем даже все эти многочисленные противоречия, как они представлены в нашей жизни, хотя и видим их. А когда мы восходим к какому-то теоретическому вопросу, и когда мы можем сказать, вот, вот наличное бытие, и его способ бытия, и вот бытие присутствия, и его совершенно иной способ бытия. И приступить к их рассматриванию. Ну, вот, начиная, пожалуй, с вот этой уже точки, я могу сказать, что, как бы, я выговорилась по поводу всего того, хотя бы самого основного, что нужно было сказать там о Хадегире и так далее. И что можно в общем-то дальше приступать к рассмотрению Хадегирской терминологии. Именно она тоже в нашем современном мире является двусмысленной. Хадегир говорил об этом, что какое философское понятие не возьмете, оно всегда оказывается двусмысленным, потому что есть хадегирские термины, несущие за собой экзистенциальные смыслы, а есть хадегирские термины, которые стали давным-давно просто вот, философским ругательством. Я это называю хадегириться. Сказал там «бытие в себе или время временница» и «ты крут». То есть такой вот социально престижный хадегирский сленг, за которым абсолютно ничего не стоит. Поэтому это означает хадегириться, вот, и обыкновенный рабочий на заводе он материться, позволяет себе матерные слова, а интеллектуал у нас хадегирица. Но это даже не в том плане, что он именно хадегиры говорит. Он там говорит еще что-то умное из делеза, он что-то говорит умное из деледы, вот, он приводит современную философскую терминологию, пишет красивые статьи. Я открываю, читаю, говорю, ну, вот, опять хадегирица. Потому что вот, за этими терминами ничего не видно. это я говорю к тому, что мне не хотелось бы хадегирица ни разу, ни в какой степени. Мне не хотелось бы повторять вот этот путь, перечисление всех этих бытия в, через, срез и так далее, если за этим, опять же, для, мы не можем увидеть всего того, что передается. И, как говорится, лучше меньше, да, лучше, лучше мы сможем разобрать хотя бы несколько терминов. И по их разбору, в принципе, человек сможет как-то заинтересоваться чем-то другим, чем я буду, вот, перечислять все абсолютно параграфы, а каждый из них насыщен. Потом я добавлю также, что есть такие пункты в хадегирском учении, которые просто ну, явно требуют дальнейшей проработки, он сам это знал, так. Потом есть такие пункты, в которых, я бы так сказала, и хадегир не особенно-то сильно понимает что-то. Здесь у него как сократ, здесь неположительные установки, не нужно и хадегир воспринимать как просто какую-то положенность, хотя он накидал, накидал, он накидал образцы, он накидал проект, там, само бытие присутствия называют проектом, он накидал его, да, но это не то, что вот это вот мы должны перечислять действительно в своих рефератах, так, и есть такие пункты, в которых мне прямо хочется с хадегиром спорить, это не значит отрицать, а спорить, развивать дальше, есть пункты, которые мыслят со мною по-другому, и я буду каким-то вролем, если не буду говорить об этом, и я не передатчик хадегир, я не его референт, я не брала на себя такую миссию, на меня не возлагал никто на такую миссию, я всего лишь я, то есть бытие присутствия какое-то другое, которое тоже рискует мыслить, и как сказал в хайдеггерском ключе, это означает, что я даю то, что я могу дать, и хайдегер в этом будет присутствовать, каким-то образом он будет присутствовать, это мой хайдегер, мой хайдегер, я не боюсь так сказать, что это будет мой хайдегер, вот, но единственное, что утверждаю, что это в моем хайдегере, хайдегера будет больше, В любом хайдегере объективном. Итак, в следующий раз мы начнем уже с экзистенциалов. Ясно нам намечена программа такая. Мы сюда будем подключать к Ерке Гора. Я думаю, так разговор будет гораздо интереснее. С его страхом, трепетом, ужасом, с его болезнью, к отчаянию. Потому что у Хайдегера очень много негативных сторон бытия присутствия. И здесь же сразу же я скажу два слова по поводу этого всего негатива. Почему его так много? Почему Хайдегер не разбирает радость настолько, а разбирает, допустим, бытие к смерти. Ну ладно, бытие к смерти даже оставим. А там ту же самую скуку. Или Керке Гор разбирает страх. Отчаяние. Это потому, наверное, что не такие ужасные пессимистические люди были, как нам говорят. Да нет же, Господи ты Боже мой, нет же ж. Не потому. Не потому. А потому, что еще раз вернемся к Фатуму и к Року, еще раз вернемся к этому. И постараемся понять, что бытие присутствие не свободно, не свободно. Оно закабалено. И в таком состоянии себя видит. Оно не высвободилось. Вот если бы оно высвободилось, да, и в те моменты, когда оно высвобождается, оно знает и радость, оно знает и другие интонации. Но вот эти мрачные интонации, через которые прежде всего человек приходит к бытию своего присутствия, это не потому, что философы были такие мрачные. И не потому, нет, не потому, а потому, что такие реалии, мы в таких реалиях живем, что через негацию мы по большей части попадаем к бытию присутствия. И поэтому у Хайдегера в основном негация, как пути движения к этому бытию присутствия. И у Керкигора негация, потому что это как бы распространенные каналы, по которым мы оп и там, оп и там часто, понимаете? А вот другие каналы, другие каналы, они, на мой взгляд, лежат вообще как бы в существовании гениев. Потому что гении и есть, в принципе, те самые люди, которые попали в свое бытие присутствия. То есть вот они и есть настоящий дозайн, свершившийся дозайн. Причем в нашей истории до сих пор случайным образом, совершенно случайным образом. Все эти Моцарты, Гёте, Шекспиры, Данте, непонятно откуда взявшиеся. И совершенно другие, это некоторые чужие. Это чужие всему человечеству. Чужие. Потому что случайно состоявшееся бытие присутствие. И вот если говорить о полноценном каком-то анализе бытия присутствия, то его нужно искать только там. Только там. Это на мой взгляд. Это я вам уже сейчас передаю свою собственную позицию. Это нужно оставлять всякие вот эти труды под названием бытие время. Вообще отставлять в сторону. А делать именно то, на что указывал Хайдеггер. Настоящее бытие присутствие это кто? Имя собственное. Итак, это Моцарт. Добро пожаловать. Это индивидуальная наука. О ней говорил еще Ролан Барт. Ролан Барт. Он говорил, я мечтаю о такой науке, которая не будет наукой общего, а которая будет индивидуальной наукой. Вот это оно. Если вы хотите познать действительно бытие присутствия, то это вот, пожалуйста, индивидуальная наука. Вот Моцарт. Но не так, как мы сейчас пишем тома и тысячи книг, это мы их скорее облепливаем, всем своим гаденьким существованием тащим вниз, поближе к нам, попонятнее. Это совершенно другие вещи. Значит, вот там ищите свой оптимизм, который не находитесь здесь в этих книгах. Вот там ищите этот оптимизм. Вот там он будет. А здесь, вот в таких книгах, как Хайдеггер нам оставил, и как Маркс, это будет звучать именно вот следующим образом. У Маркса отчуждение, пришел на работе отчуждение, пришел домой отчуждение, в постели с женой отчуждение. А у Хайдеггера бытие к смерти. А у Гергиегора страх и трепет, ужас, отчаяние. Вот так. И это правдиво.